В связи с продлением срока карантинных мер до 31 августа Кабинет министров одобрил выделение денежных средств для стимулирующих выплат медикам. Вопрос касается выплат для комитета в стиле защиты прав потребителей и центра гигиены. За июнь мы им выделяем 374 тысячи рублей. И точно такие же выплаты за июнь в размере 2 миллиона 140 для ММЦ. По июнь включительно. В постановлении правительства номер 41 от 5 июня следующее изменение. В факт пунктах А, В и В пункта 1 слова 30 июня заменить словами 31 августа. То есть продлеваются сроки выплат. И точно такое же постановление касается выплат комитета по надзору в сфере защиты прав потребителей и центра гигиены. С учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире и в сопредельных государствах и в целях обеспечения защиты здоровья населения правительство приняло решение продлить действие порядка пересечения государственной границы Республики Южная Осетия. Речь шла на заседании о послаблениях для отдельной категории граждан, которые могут вернуться без прохождения карантина. По словам министра здравоохранения, на территории Северной Осетии определены три лаборатории, где можно будет пройти тестирование. Если тест покажет наличие антител у человека, то он может быть освобожден от карантина. Эрик Пухаев подчеркнул, что необходимо детально информировать граждан обо всех принимаемых решениях. Чтобы в постановительной части были прописаны все нюансы. И чтобы этот постановительный час, то есть пункт этого, были предельно ясны для тех, кто это будет читать. Министр обороны Ибрагим Гассеев вынес на заседание правительства вопрос об утверждении положения в военно-врачебной экспертизе. Он отметил, что этим положением предусмотрено создание самостоятельных военно-врачебных комиссий на базе медицинских подразделений, уже имеющихся в вооруженных силах республики и иных воинских формированиях. Подразделения имеются в Минобороны и КГБ и отсутствуют в министерствах по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, службах государственной охраны и внешней разведки. Последние теперь смогут заключать договоры с Министерством обороны либо Комитетом государственной безопасности о прохождении их сотрудниками военно-врачебной экспертизы в имеющихся медицинских подразделениях, либо ходатайствовать о создании Единой военно-врачебной комиссии Минздравом республики. К утверждению положения призвано регламентировать правовой статус органов военно-врачебной экспертизы. Порядок их деятельности и определение годности граждан к военной службе, годности к службе, приравненной к военной службе, обучению по конкретным военно-учетным специальностям, обучению по специальностям в соответствии с занимаемой должностью, установлению причинной связи, увечья, ранений, травм, контузии, заболеваний у военнослужащих и приравненных к ним лиц, граждан, призванных на военные сборы, граждан, уволенных с военной службы. Настоящее положение минифицирует порядок проведения ВВК, а также врачебные термины, используемые при проведении военно-врачебной экспертизы с законодательством Российской Федерации, что способствует практической реализации соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южной Осетии о взаимном признании документов, подтверждающих факт установления инвалидности лиц, уволенных из Министерства обороны и Министерства внутренних дел. Эрик Пухаев отметил, что над этим вопросом работа идет с 2017 года. Вопрос согласовывался с российской стороной. На заседании правительства также был поднят вопрос некачественного вещания цифрового телевидения. Глава Знаурского района Суслан Хубаев сказал, что жители района неоднократно обращались с жалобой в администрацию. По словам Хасана Гигулаева, вопрос связан с перебоями электроснабжения на вышке. У нас с электроэнергией проблема. Вопрос надо решать. Я знаю, два месяца назад уже вопрос возникал. И, по-моему, на контроле у президента. У нас вопрос о президенте урога информации. Мы не решили, что я хочу в Европе. В общем, у меня срок даты проработать этот вопрос в течение двух недель. Заместитель председателя правительства министра экономического развития Геннадий Бекоев проинформировал присутствующих об утверждении прожиточного минимума на душу населения за второй квартал 2020 года. Прожиточный минимум составил 11 247 рублей. По сравнению с первым кварталом, это больше на 399 рублей. Руководитель аппарата правительства Олег Гогоев вынес на голосование проект создания комиссии правительства Республики Южная Осетия по законопроектной деятельности. Председательными задачами комиссии будет являться оптимизация процесса подготовки законопроектов, предварительное согласование законопроектов со всеми субъектами правозаконодательной инициативы. Кроме того, положение комиссии содержит основные принципы организации работы, устанавливает, что законопроекты, вносимые на заседания правительства, в том числе, они будут подлежать обязательному рассмотрению на заседаниях этой комиссии. Все вопросы, которые были вынесены на повестку дня, были одобрены Анжела Кокоева, Айда Кочева, Альдиня Чихоева, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.